всем привет сегодня расскажу вам как украсить рождественские пряники я хочу еще раз подчеркнуть прошлом видео после прошлого видео были вопросы про то почему столько специй и пряности потому что прежде всего эти пряники не столько съедобны сколько это украшение и они должны очень долго сохранять запах вот эти пряники пахнут очень сильно если вы не любите такие сильно пахнущие и сильно пряные печеньки вы можете ограничиться только добавив там мед тот же имбирь можно свежий можно сухой молотый можно немножко корицы очень вы можете как бы по своему вкусу как вам нравится украсить запахом эти печеньки и так пряники мы испекли смотрите предыдущие видео и теперь нам нужно их превратить в красивые украшения самый простой способ купить готовый готовую такую смесь для украшения пряников она бывает белая бывает разноцветная есть специальные готовые баллончики но это самый простой доступный способ можно полить шоколадом можно парить какой-то помадкой можно просто посадку посыпать сахарной пудрой намочив сверху увлажнив пряник обсыпаете сахарной пудрой общем это бюджетного дальше мы покажем как мы приготовим смесь специально чтобы вот таким образом разрисовать пряники и еще я вам покажу способ ответим и подкрасили тоже самое все подкрасили разными красителями я немножко расскажу об этих вещах во первых существуют всякие готовые смеси для украшения пряников они бывают однотонными если вам не нравится например цвет цветной смеси всегда можно использовать вот такие штучки сейчас очень многие супермаркеты подают разноцветные вот эти краски которые по каплям жидкие красители вы добавляются в любую смесь или вот золото серебро и прочее бронза и вы можете украсить любой белый любую белую основу украсить вот этим еще также мы используем для украшения пряников и печенек для тортов вот мастика мастика это такая твердая субстанция которая разогревается раскатывается как пластилин не могут лепить фигурки обтягивать торт и нужно украсить пряники и это уже можно выкрасить любой цвет убатильным оттенок который вам нравится но мы ее оставим белой и есть такие вафли с картинками готовы не продается в интернет-магазинах они продаются в разных таких магазинах для кулинаров и их можно очень хорошо ну либо на какую-то вот смесь либо на мастику раскатанную положительному на мастику не нравится больше потому что получается более гладкая основа мы приклеиваем такую картинку покрываем или пункт у нас получается очень красивый аккуратный совершенно такой вот праздничный пряничек или печенька который не стыдно подарить люди также можно рисовать картинки самостоятельно с помощью вот таких пищевых фломастеров их тоже можно купить в интернет-магазинах и пищевых сыпучих там красок они и самые разные есть на естественной основе органические есть химические какие хотите какие вы больше можете позволить себе купить дорогие органические покупайте все-таки хорошие дорогие органические вафли продаются вот в таком виде файли коми их нужно вырезать не наклеить такие вафли подаются для тортов такие вафли подается для разных разнообразных украшений и стоит они сущие копейки там это очень недорого тематика самые разные на дни рождения на 8 марта там на все что угодно дальше мы используем еще вот такие оттиски то есть если я хочу сделать какую-то просто звездочку из мастики я использую снежинку опять же вот такие разнообразные оттиски или можно выдавить фигурными такими вот выемками вырубками нужную форму для того чтобы накрыть пряничек печеньку тогда также поверх вот этого вот покрытие можно нанести любые всевозможные готовые или не готовые сыпучие такие присыпки звездочки бусинки большие или маленькие все это тоже подается это драже сахарные все это можно употребить все это можно наклеить приклеить прилепить чем-нибудь все каким-нибудь белковым кремом самый простой клей это просто взбитый белок желательно домашнего яйца и вот это все великолепие разнообразие можно употребить для украшения наших пряников и разделить их те которые вы повесите на елку и те которые вы например будете раздавать своим близким родным качество такого небольшого новогоднего презента или рождественского так начнем с самого простого так самый простой способ это вот такой кусок мастики мы его не будем окрашивать мы его нагреем и разомнем как пластилин как обычный пластилин раскатаем скалкой и сделаем оттиск вот так мы его разогреваем и растягиваем до однородности нужно вымешать этот материал чтобы он был абсолютно абсолютно без клубинок не нужна никакая специальная дощечка не нужны никакие специальные там в общем-то тонкие такие вот инструменты которыми работать данной ситуации то есть вам достаточно любой дощечки даже деревянный и обычный скалки чтобы раскатать вот этот пластилин нужно подготовить печеньки слегка увлажнить и приготовить вафельные вот такие вырезанные картинки и белок которым мы будем все это нагревать теперь у нас есть мастика и нам нужно немножко кукурузного крахмала это должен быть крахмал ну не обязательно кукурузный и специальные посыпки профессиональные но это должно быть очень-очень мелко смолота то есть это такая подпыливающее вещество для того чтобы с мастикой было удобнее работать и 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 выемка вырубка делаем оттиск собственно та же процедура когда вы делаете вареники стаканчиком вырезаете кружочки можно просто кругленьким стаканчиком остреньким тоже вырезать можно вот так фигурной выемкой вырубкой смысл тот же и и чтобы наклеить картинку нам надо просто увлажнить вот эту поверхность слегка выложить на пряник на печенье увлажнить сверху и наклеить нашу картинку а затем когда она подсохнет уже хватит мы мы ее залакируем красивенько белком окрин яичным белком если ваш пряник с дырочкой то рассчитывайте так чтобы картинка легла ниже дырочки и чтобы чем-нибудь тем же предметом которым вы делали дырочку сделать дырочку такого же размера итак у нас получилась основа под прянички и теперь нужно приклеить картинку которая из рисового именно такого материала как вафли пусть это рисовая бумага с картинками итак итак и и и и и и и приклеиваем каждый пьяничек Даем ему схватиться и покрываем белком сверху еще раз. На этом этапе можно добавить какие-то еще украшения из цепного дрожжа. У нас есть вот такие бусины. Вот так выглядит конечный результат. Если вы обратили внимание, то цвет картинки усилился. А проявился больше. Теперь нужно подождать, когда это засохнет. Итак, мы наклеили на это все картиночки. И, как говорится, все лучше надену сразу. Всяческие сахарные бусинки. У них продается великое множество разного цвета. Еще можно использовать вот такие сухие краски пищевые, естественно. И подкрасить краешки, затонировать их кисточкой. Я покажу чуть позже, когда это все высохнет. Итак, следующий этап это приготовление айсинга. Ну, по-человечески это просто сахарная глазурь. Вариации на тему айсинга много разных. Он продается даже сухой, готовый. То есть, в принципе, это просто белковая основа или желатиновая. Для вкуса это лимонный сок. А для консистенции это сахарная пудра и немного кукурузного крахмала. Итак, вам нужен примерно один белок от домашнего яйца. Домашнего я подчеркиваю, потому что мало ли сколько оно валялось в магазине. Не знаем, чем кормят кур, который там производит это все. И постепенно мы просеиваем в этот белок сахарную пудру. Задача просто сделать ее однородной, без комочков. Так, чтобы из нее получилась однородная смесь. И вмешиваем в белок. Сколько возьмет белок вот этой пудры, столько и нужно вмешать. Для того, чтобы получилась такая пастообразная, не жидкая и не очень густая смесь. Добавляем примерно пол чайной ложечки крахмала. По капелечке потом будем добавлять лимонный сок. Можно добавить лимонную кислоту, если у вас нет соков. Вкус должен получиться кисло-сладким, как у вас карабинки. Сок желательно процедить через шеточку, чтобы мякоть не попадала. Ну, пробуем на вкус, как вам нравится, сколько сока положить. И сок сейчас отбелит нашу глазурь. Ну вот, по такой айсенбе у нас получился. Некоторые взбивают миксером, это неправильно. Потому что тогда у нас будет очень много воздуха в смеси, и ее придется отстаивать. И в дальнейшем мы загружаем смесь вот в такие пакетики. Здесь есть пакетик уже с насадкой. Можно взять просто одноразовый пакетик, обрезать у него хвостик. Но если у вас нет такого пакетика, вы можете взять обычный зип-пакет и обрезать здесь краешек. У вас получится вполне приемлемый курочек для того, чтобы выдавливать оттуда смесь. И, собственно, дальше нам понадобятся просто пряники. Берем любой пряник, расписываем его и получаем вот такой. Он должен высохнуть, и его вполне нормально можно повесить на елку. Например, при помощи вот такой ленточки обыкновенной. Можно взять ленточки для цветов, любые. И у вас получится отличный подарок на Новый год кому-нибудь из друзей или знакомых, если вы упокоите вот так вот в такие коробочки. В них удобно хранить пряники. И это замечательный подарок к Новому году, сделанный своими руками или всей семьёй. Итак, пока мы будем расписывать. Итак, вот такая роспись на пряничках получается. Распределить можно с помощью зубочистки или иголочки. Правильно поправить, где у вас там неправильно легла смесь. И, в общем-то, всё. Дальше пряники мы сушим, и потом одеваем ленточки. Можно ещё сделать вот такие оттиски. Это совсем по-простецки посыпать сахарной пудрой. Можно вынуть серединку. Если у вас есть цветные леденцы, их можно разогреть и залить туда. И у вас будет такое цветное окошечко. Ну, вот примерно как вот здесь, на вот этих картинках. У вас получатся такие пряники, как ёлочные игрушки на просвет. Также можно посыпать тем же битым леденцом. Получится как битое стекло, цветное или однотонное. Вот так вот можно украсить прянички. Вот так с помощью сухой краски можно нанести такой вот рисуночек на край пряничкам. Затонировать его, если видно. Просто на видео будет не очень хорошо видно, потому что... И окончательно довести его до ума. И у вас получится очень красивый, необычный такой пряник. Починюшечка. В общем-то, все приёмы я показала и рассказала. Вам остаётся только превратить ваши пряники в шедевры. Этим можно заниматься в выходные дни. С детками. Детки очень любят расписывать пряники или расклеивать. Если они любят вырезать, лепить, что-нибудь, клеить, аппликации какие-нибудь делать. Ну и, конечно же, пеките пряники с запасом. Мастику покупайте с запасом, потому что половина будет съедена. Ну вот, мы коротко показали вам, как мы это делаем. Всем желаем удачи. Пробуйте, не бойтесь. Всегда всё можно исправить, поправить, переделать. Это творчество, оно бывает удачным и неудачным. Всем хороших печенек, замечательных пряников и отличных праздников! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова